По плану это доказать что спектральная щель не может быть слишком большая. Сейчас мы докажем что спектральная у произвольного графа не может быть слишком большой, а потом другую сторону докажем что у случайного графа с большой вероятностью она не слишком маленькая. Сейчас мы докажем две телема, одна стреляем на другую, но начнем с более простого. 4, 1. А утверждается, что для любого G, для любого векторианного гранта, вот это самое присмотрительное второе собственное число, не меньше чем корень из D минус у малой геницы, у малой геницы ввиду M, где N это число из D. Чем оно меньше, тем нам лучше. Это значит теорема говорит, что жизнь не очень простая. Сейчас мы докажем это, а в следующем теореме будет почти то же самое, он будет более-менее простым. Доказывается, это очень просто. Матрица неприведенная. А это неприведенная матрица. Предлагается изучить квадратные матрицы. То есть по существу мы в нашем графе рассматриваем все пути длины 2. И а квадрата это матрица вот этого у нового графа. У нового графа давайте обозначим квадрат. В нем это все так же, как и раньше. Степень, как вы решили, уже не дает этот квадрат. И собственные числа. Если у старого графа были собственные числа, лям-дах-дам, лям-дам-дам-дам-дам-дам-дад у нового графа собственные числа квадрата но это симметричная матрица в принципе это верно для любого многочлена и если привести к данной форме собственные числа многочлена b от a это b от собственных чисел с тем самым собственным числом естественно квадрата вот так теоретически если нет базиса надо еще разбираться но но собственно базиса нет вообще так вот это надо оценить скрипку и снизу с одной стороны вот эта вещь не может быть но она точно не будет значимы самое дольсовое собственное число то есть d в квадрате плюс второе собственное число то есть лент в квадрате на количество оставшихся собственных чисел с другой стороны след матрицы не может быть слишком маленьким вообще что такое след матрицы град в квадрате какого у него геометрический смысл это число петель конечно это сумма всех чисел которые стоят на диагонали то есть число петель а число петель у нас точно в этом графе не меньше чем n на d из каждой вершины у нас теперь ребра уже квадрат это пути длины 2 то есть мы можем по одному дому чтобы пойти вперед как раз у нас значит таких петель будет d штук для каждой вершины а в принципе у нас в петельных словах график не запрещается не запрещается если у нас какой-то момент мы запретили в такой специальности в такой времени ну вот давайте отсюда лябда в квадрате больше или равно то есть а лябда один минус то d минус его в так что Ну вот и все. Теперь мы извлекаем из этого квадрат, квадратный корень, получается корень из Д, у нас то, что в сколках это просто аминский яйц. Корень этого тоже есть аминский яйц. Обещано, что ты еще больше. Да, подождите, подождите. Когда мы извлекаем корень, получается корень умножается на какую-то начну, стремящуюся к единице. Правильно? Ну а почему же у нас получилась минусу маленькая единица, а не минусу маленькой... У нас минусу маленький, сейчас. Я вот так сконсировал, констант может зависеть от Д. Нет, вот честно было бы написано, что там, что это за констант, ДО большое, а Д делить на Н. Ну да. Потому что можно я расставлю свои доказательства? Под правду условий получится перемопаем. Теревая 2. Нашел такой же для любого Д, для всякого Д регулярного графа. Здесь будет оценка такая. Два корень из Д минусу. Сейчас, а не надо я два подкорень из Д. Вообще не надо. Нет, не надо. А как это так? Сверху было корень из Д, а снизу два корень из Д. Да. Улучшили? А, просто мы усиливаем предыдущую тягу. На нижней оценке. А, да. Все понятно. И предыдущая тоже была нижняя. Да. Оценка в другую сторону будет потом. Да. И не для всех, а для почти. Да. Где, 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 что? Ну, давайте я сразу скажу, примерно что у нас получится. Удивочка, это 2 малая. У нас ответ получится примерно в таком виде. Мы докажем, что лямбда не меньше, чем 2 корни из Д. Это будет умножаться на некоторую скобку. И вот эта скобка будет стремиться к единице. И тут будет написано что-то такое. Один минус уменьшен. Может быть, это действительно 2. 2 будет корень в ситуации. Что-то я вообще перестал понимать все эти обозначения. Это мы считаем, что корень из Д константа. Это ДД константа. 2 корня из Д это тоже константа. Да, да. Что же это за оценка такая? Константы не считают. Нет, а я не понимаю, что у него небольшой амаринка в этом сиде. Это у маленького? У маленького. Ага. Окей. Угу. 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 Вот здесь будет написано некий амаринс, который зависит от диаметра графа. Я боюсь собрать там что-то вроде там логарифм диаметра, 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 что-то такое. Роб. То есть эта вещь будет стремиться к нулю, когда диаметр графа возрастает. А поскольку у нас степень вершин ограничена константой, то когда пен, человек вершин растет, диаметра графа тоже растет. То есть диаметра графа должен расти немедленнее, чем логарифм. Да. Ну что диаметра тоже растет? Сейчас. Во-первых, мы используем, что граф связан, да? Мы используем... Нет. Не связан компани... Не связан компани... Не связан график вообще в понятии диаметра. Если... Будем считать, что не связан график диаметра равенней бесконечности. То есть диаметра это максимально... Видимо... Максимальное расстояние между двумя вершинами. Да. То есть если есть две несвязанные формами... Почему мы не стремимся к бесконечности? Если у нас степень каждой вершины D, то из одной вершины имеется не больше, чем D в степени K, пути длины K. Да. И если мы хотим попасть во все M вершин, значит K должно быть не меньше, чем логарифм M по основанию D. То есть для любого графа... Для любого древолюционного графа с M вершинами диаметр не меньше, чем логарифм M по основанию D. Но в этой экспантере мы даже замечали, что он примерно такой. Так. Вот здесь будут уже нужны некоторые... Некоторые будут содержать на хитрости. Значит мы опять будем рассматривать степень умазывается графа. Но степень будет уже не 2, а некоторая степень будет больше K. И как раз K мы будем выбирать глядя на глядь. План таков. Мы в графе, заходом графа G, выберем две мышки расстояния, которые максимально. Не знаю. Если это источник исток. Это две мышки расстояния, которые максимально. Если они в двух не связанных компаниях... Если они между ними нет пути, то тем лучше. Но во всяком случае вот это расстояние должно быть... Назовем Дельта. Расстояние должно быть как можно больше. И мы рассматриваем вот такой вектор. В этом векторе в одном месте стоит тысячи единицы. В одном месте минус единица. Обстояние как нули. Пушки единицы стоит на месте вершины S и минус единицы стоит на месте вершины S. И мы хотим поценить... Нужно у нас объединенные отношения, и это расстояние разделить на новую моральность. Нам нужно понять две вещи. Во-первых, как это отношение связано с вторым собственным числом глядок. Но это для нас уже привычнее дело. И во-вторых, нужно оценить это отношение для данного конкретного графа и данного конкретного S. Ну давайте начнем с первого. Мы хотим доказать, что вот это отношение не слишком велико в терминах для... Вот это слишком велико или слишком велико? Мы хотим доказать, что яблоко довольно велико. Мы хотим... А-а-а! В смысле... Вот этот вектор S, он преподобляет... ...вектор S, он преподобляет... ...вектору... ...вектору... ...вектору для собственного числа D. ...поэтому вот эта вещь, F, A, F, T, она не больше, чем для нас, на норму F, F. Это соображение, которому мы будем использовать. Ну так, давайте я пришел вот здесь, чтобы достать место, а, кстати, саму другое. И теперь мы хотим это оценивать. На конкретном примере... А-а-а! Прошу прощения, я сама... Вот я сейчас исправлю, но... Главное совсем так. Я хочу... ...посмотреть... ...для... ...как вести у... ...матрица. Для как вести у... ...мутипہ. ...посмотреть... ...теноса... Где камнио произвольными пока... А, камни пока не списываются сейчас, мы его потом выберем. Как это естественно? Ну пока, действительно, никак не получилось. А... Значит, вы знали, что он написал? Весная корта. Теперь это было то же самое, где мы... ...тема, у Террида, вы знаете, что мы спрашиваем, почему нам раньше получилось. Вот это? Да... У нас есть собственный литературатичный отбор, у него есть собственный верхний пассиватель, и остальных вазит это же партнературатичный отбор. А это как бы норма. Да, и собственный вазит будет только для обстепеника такой, что это значит не так. А вот в собственном подпространстве векторов, как это навиг難 — это две все единицы — там будет, собственно, вазит всех собственных векторов, кроме самого гема. И у них будет все, собственно, числа для удалившей души. Так что здесь можно писать. И здесь никакая специфика f не используется. Только используется сумма координат на полу. А вот теперь надо понять, что же такое, почему равномерное отношение для данного конкретного ответа. Опишу такое А в степени К умножить на F в диаграже. Есть ли какой-нибудь разумный смысл и три компоненты для этого рожда? Число включительных камня? Наверное, полезно F разбить сумму двух частей, вот это единица на месте S, и мелочь единица в степени D. Для комбонента с единицей на это место попадет число пути длины D. Длины K. А, длины K. Из S D, да? Да. Давайте так назовем A. Катре A. И S. Я подпадаю, что это не было нигде. Вот, подпадайте. Значит, во-первых, это A в степени K. Из S D это со знакомым плюсом. А минус 1 это тип, который длины K, которые идут из D, то же самое. И теперь мы такой вектор G скалярно обожаем на исходной S. Что же у нас тут получается? У нас, во-первых, получится диагональный элемент S, S. Вот, например, диагональный элемент T, T. А также со знаком минус, причем даже два раза, элемент с номером S. А вот теперь мы выбираем K. Я хочу выбрать K так, чтобы вот этот отрицательный член вообще исчез. То есть я хочу, чтобы в матрице ARK депресент S, T был равен плюс. То есть я хочу, чтобы не было путей длины K из S, T. Ах, это очень классно. Ну, поэтому нам надо как-то чуть-чуть вмещать D. Ты все камеру садил. Дельта на K берет. Да, да. Ну, не готово сейчас. Почему я и пишу? Значит, вот этот коэффициент — это точность и число путей из фотографии. Да, 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 да. Значательная функция. K — это вот D, это вот Дельта минус один. Диагноза минус один. Теперь нам нужно как-то как-то оценить количество путей из S, S — пути длины K и пути из S, T — мы оцениваем одинаково. Мы для производной вершины хотим оценить количество замкнута пути с данным началом и с данным концом и длины K. И предлагается оценивать это не в нашем графе A, а в нашей графе G, а в D-ичном дереве. Дерево степени D. Давайте возьмём дерево степени D — это бесконечное, непростая передая ясность. Возьмём такую вершину, зафиксированную, и посчитаем количество путей, которые из этой вершины выходят, и через K шагов обратно возвращаются. То есть это примерно то же самое, то есть мы их снизу, поэтому мы предупреждаем только те пути, которые возвращаются по этой вершине. Да, 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 совершенно верно. Значит, я напишу число и тем времен, да? Подождите, для дворечного дерева оно больше, по-моему, нам нужно оценивать снизу, а для дворечного дерева больше, потому что для нашего графа они могут сходиться, и тем самым мы посчитаем лишь... Нет, 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 нет. Считаем, сколько можно, ну вот, ну вот, на каждой первой половине пути у нас имеется D половина. Каждый раз D выбор из D шагов, на каждом шаге. На первой части половины пути мы можем каждый раз делать D выбор, да? Ну каждый раз есть одно из D в этом. После этого пройдем строго обратно. Мы же все разные. Нет, подожди, подожди, на первом шаге D, а потом каждый из них еще на D умножается на втором шаге. Конечно. А я просто, вот что, что меня смутило. Пусть два пути вот так сойдутся. Да. Ну их тут вот, значит, мы их посчитали как два разных пути, да? Да. А потом, ну там вот еще два. И всего они дадут нам действительно четыре. Вот так-так, так-так. А, ну правильно. Нет, нет, нет. Нет, нет. Нет, нет, нет. Возьму, вот с точки зрения такого стопологического взгляда на вещь мы... То есть без степени как пополам к этому вы клоните, да? Ну, совсем без степени как пополам. Почему? Ну, потому что мы еще можем под дороги возвращаться, мы можем найти не беду по-лошему, а все-таки... А вот если у нас не трогают длинные карточки, вторая половина, по-моему, повторяя первую, то надо считать, что первая половина. Почему? Вторая половина. Нет, смотрите, а можно делать так, можно пройти два шага. Да. Сделать еще шаг, и еще шаг назад. Вторая половина. Нет, это один из людей, которые мы не учим. Почему не учим? На этих деревьях есть. Почему не прийти учесть? Да нет, вы хотите и такие учесть, скажите. Нет, я не могу понимать. Что единственное, что вторая половина стоит первая. Нет. Ну да, это... Нет, вам это помогло... Вам недостаточно, чтобы деревья длины как пополам, а у тех длины как пополам? Нет. Может быть, это недостаточно в две степени. В две степени как пополам. Да. Хочу сказать... Во-первых, у меня здесь такой вопрос не надо написать. Д минус один, правильно? Нет. 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 Почему как генеральность? То есть, лямбда в степени К большее, правда, Д в степени А пополам. А, так Саш, ну смотри, мы не получим того, что мы хотим. Мы получим, что лямбда больше корень из Д. Мы потеряли двойку. Да. А двойка это... Мы за нее, собственно, и боролись? Да. То есть, когда эту двойку... Предыдущий теорет нам уже доказывал, что лямбда больше корень. Да, просто. Да. Хорошо. Значит, надо вернуться к тому месту, когда мы ошибочно стали считать пути, а потом вторая, в этом вторая, когда мы возвращаемся на звук. В этом была наша... Да, значит, когда нам надо считать пути, которые... Да. Мы тоже будем подслушивать. Это не понятно? Да. Ну, давайте все-таки... Да. Полезно посмотреть на дерево. Угу. В дереве, когда мы идем вплоть в руки, который замкнется, в каждый момент времени мы либо приближаемся к исходной вершине, либо удаляемся. Так. А что дерево просматривается с воздействием D-1? У каждой вершины степень D. Ну, то есть реально у нас ценови D-1? Ну, нет. У нас нет. Мы как-то исходную вершину выделяем... Да. Да. Мы выделили исходную вершину. И мыслим его как корень. Да. И если в данный момент времени мы хотим удалиться от корня, то у нас вариантом D-1. А если хотим приблизиться, то ровно 1. А далее мы замечаем, что если путь у нас западный длинный К, то ровно в половину случаев мы не приближаемся, а ровно в половину случаев мы удаляемся. То есть получается, что, во-первых, нам надо выбросить количество... Нужно выбросить это в момент, когда мы приближаемся и когда удаляемся. Будет еще некоторое критерие. А потом то, что получится, мы можем отрезать минус один с дебетом Д. А вот это, это количество способов разметить наш путь длинный К на приближение, на К пополам приближения и К пополам удаляемся. Спрашивается, сколько вот таких разметок? Значит, не биномиальный коэффициент С? Нет. Происходит одно. Вы хотите нам посчитать число подолам вручную, ошибочно забывая, что мы не можем приближаться, если мы уже в корне. Нет. Если бы не было такой проблемы этого, то вот там можно было бы совершенно спокойно написать 2 в степени К, и на этом у спокойствия. Никакого человека этого не было. Проблема именно в том, что в каждый момент времени мы находимся на некотором неотрицательном расстоянии от корня. Если это расстояние не равную, то мы можем либо приближиться, либо удалиться. А если мы находимся в корне, то, естественно, можем только в единицу удалиться. Да. Значит, нам нужно, вот, 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 вот протокол издания по браку, а, а, в последовательности, а, 1, 3, 4, нули, единицы. Единицу мы ставим, если удаляемся с корней, нули, если приближаемся к корне. Вот в этой последовательности, в любом рейтисе, единиц должно быть не меньше, чем 0. Нас интересует человеческий способ, таких простановок нули, единиц. И это, в точности, называется число каталан. Нас интересует ваша оправд cav counterpart. Давайте я здесь немножко еще. 次… c… 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 ... z… c… 2… еще раз но конечно все каталаны обычно пишут целых параметров это же не мотивы это очень много так, значит, количество правильно расставить n-2 скобок если я правильно помню то есть цель 2 m-2 и цель 2 m-2 такая точка а есть еще проблеженная формула для произведений стиль и не стабилишься и там что-то такое 4 стиль м разделить цель 2 m-2 это это там еще Но корень из спины нам не так важен или важен? Мы же там корень каждой степени извлечем. Ну, что, потому что нет. По крайней мере, у меня так написано. Может быть, я отчитался? Да. Значит, четыре степени. И отсоединяем полтора. И корень из спины. Я, конечно, могу в корень из спины поставить нить. Вот знаменатель, который должен быть отчислить. Но, по-моему, это получилось. Да. Да. Ну, вот в нашем случае нам вот это вставляет четыре степени. Это значит, что вот это все оцениваем, так сказать. Так, это все одно с точностью до всяких умножения. Речь, которая стремится единицей. ДВА в степени К. Вот она степени у нас К попала. На ДВС1 в степени К попала. И, соответственно, будет коферируем. Ну, да. Это вот. Коль из спины. И... Ну, это не по-либо. Да. По-либо. Ну, просто должно ли получаться четыре степени. Это уже... Ну, это морально такая, что просто если выражение, например, то ограничение состоит в том, что не должно быть столько единиц, и второе ограничение состоящее в том, что нулитоглазный основ присутствует с единицом, они все накладывают эти премиальные. Да. Я скажу наибольший премиальный коэффициент, вот так вот примерно равен сумме с точностью до числа этих коэффициентов. Ну... Сейчас объясните все-таки. 2 в степени К – это примерно количество таких последователей, у которых ровно К единиц. Да. К пополам. Да. Самый премиальный коэффициент примерно равен 2 в степени 2. Ну, еще он делит, поэтому надо берить там два двояных плюс один, чтобы получить оценку. Ну, вот, значит, для оба степени К больше равно вот этого. Потому что получается, вот два раз два двоя из D-1, еще это в степени К. А полиномиальные замыкли. Это множители, их можно заплатить. Это вот даст вот этот план, который стремится к нырю. Чем больше мы убираем, тем быстрее вот эта вещь будет стремиться к нырю. Вот это. Ну, так понятно, что надо взять самую удаленную точку. Вот в лучшем случае, вычислить вот этот логарифм. Нам, в общем, даже не важно на порядок роста Дельта. Важно, чтобы он неограниченно взрослает на данность у человека. Важно. Сейчас откуда взялось единицы минус алгоритм Дельта? Дельта, одна вторая. Ну, вот из того полинома. Пожалуйста, нам не важно какое полинома. Нет, 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 ну вот это как раз важно. Это я бы пытался по памяти вспомнить, что Дельта получается. Давайте это не будем писать. Напишем 1 минус ом лагера Дельта с параметром Дельта. Ага. Будет дать спокойствие. Да, ну хорошо, мы так и урок улучшили немножко. Так, а теперь для контраста и интенсива надо сформулировать теорему Фридман, которые мы доказали. Без случайного графа. Трестфальта корни из Д. Видимо, Джоэл. Ну а так примерно, какой период вообще? Я в том совсем недавно. Нет, в 2003. О! А то это уже чего не было? Это называлось Кипоти Завод. Он говорит следующее. Для любого Д. Для любого Экселона больше нуля. Вероятность того, что в случайном графе Лямбда 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 Больше чем Два корня из Д. Лямбда Трестфальт Так, если д versuchen... В случайном графе степени D с эндошем. В случайном графе степени D с эндошем. Вообще нужно объяснить, что случайный D с эндошем. У Фридмана имеется в виду равномерное сравнение у всех этих графов. А это то же самое, что мы берем на установленные парасочетания? Нет, немножко. То есть вы когда были построены? Да. Ну, специалисты по случайным графам говорят, что эти два распределения очень близки. То есть при больших N это разница между ними будет очень маленькая. По вашему распределению это упреждение нужно. Здесь есть некоторое... Вот, наверное, Dn должно быть четное, я так подозреваю. N умножь на D. То есть одно из них четное. Да. Вот. И имеется в виду, значит, при соблюдении этих условий... Да. И кто это умеет доказать? Джоэль Фридм. Да нет, сейчас нам доказать? Нет, 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 нет. Это, конечно, так не... А дар восточнице призыва не было? Нет, 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 нет. Это случайный вид, это случайно на данном наборе решили. Здесь набор решили. Ну так, начали уже с маркетинга. Ну так, начали уже с маркетинга. Ну, я бы... А, тут есть какой-то... Да. Нет, мы сейчас докажем, только более слабую теорему. Такого взрослого. Нет, и что... Вот что это? Я спрашиваю Дориогородского или там... Нет, мы можем спрашивать Дориогородского, но я думаю, что он тоже будет так. Нет, на полное доказательство, что более что-то осталось. Ага. И слабо. А-а-а. То есть это прямо на такой стороне? Угу. Проблема первонсайта? Ну, не первонсайта, а лоб. Нет, а если, ну, там не два, допустим, полтора или что-то... Нет, и сейчас, и если у нас не постигнет какая-нибудь неприятность, мы докажем это для Д степень тричек. Не Д степень 1, 2, а Д степень 3 ч. Так нет, 3 ч. это больше, чем 2 ч. Поэтому вероятность будет меньше, и она будет лучше сходиться. Ага. Понял. Ага. Да. То есть это смысл этого, что... Ну, так, если без графики сказать, что случайная графия, лямбда не больше, чем 2 корня из Д. Случайная графия, лямбда почти в точности 2 степень 1. Ну, то, что она меньше не может быть. Да. А утверждение, что она также не больше, да. Да. А мы докажем, что она не больше Д степень 3 ч. А они все отрицательные числа бывают в собственном числе? Бывают, да. И, более того, уводят в собственном числом минусы. В так называемом двудотном графике. И вообще, если есть двудотные компоненты в графике, как мы выяснили, то обязательно в собственном числе. Да. Так, куда мне сказать, что это понятно? Да. Да нет. Это еще одна причина брать качок. А, кстати, когда в картинке вычитать собственное число, у цифра, ю. Хотел, в картинке. Да. Ну давайте сейчас пугунем. Почему? Почему? Что такое? Я спрашиваю. Вам перед поездкой в Питер надо потренироваться. Я так советую. Подсчет собственных чисел. Потому что там аудиторию надо чем-то занимать. Но цикл из трех элементов мы сможем хотя бы. То есть как из двух элементов давайте почитаем. Может, и не число? Нет. Мы даже из трех элементов считаем. Потому что это полного графика. Нет. Для полного графика мы почитаем, собственно, число. Но давайте остановим теорему, которую мы хотим показать. Это теорем будет так. Сначала я напишу без лишних подробностей. Потом я думаю, что имеется в виду. Сначала подробность стоит, как дрон. Для любого дэбит dead. Для случайного específic заключенного драка с Id жирной, Для любого D и любого N. Но для этого у меня будет умалая аттенка. Для случайного территориального графа с N вершинами… Нет, ничего. Можно написать для любого N. Ладно, ладно. Пустай сейчас. Вероятность того, что Лямбе… Выбросходит на старом Н. Вероятность… Стремится к 1 минус… Существует такая картанная тема? Да, да. Не для любого здесь не, а для картанной. Да, да, да. То есть, если совсем попросту, надо сказать так. Для случайного D регулярного графа Почти наверняка Лямбда не большое от D в степени здесь есть. Что значит «почти наверняка»? Это не у кого у меня D с почти. Одну вещь я здесь учу. Уточню одно слово. Что мы случайно Деревняжем. Можно понимать немного по-русски. Но обсуждать сейчас два. Да. Вот… Можно понимать другим способом, утверждение будет зря. Но мы это будем доказывать для… Такого распределения, наверное. Мы берём… Давайте даже это считать. Мы это докажем для чего тогда… Давайте напишем… два, три регулярных шагов. Для граф… Сейчас… Подождите, я уже забыл. Мы… Вы ведь обсуждали, значит, первый способ – это когда мы берём с равной вероятностью просто каждый из… Правдах ingen Bauzb. А второй способ – давай скорость пара сочетаний. Ну ладно-да, две пара сочетаний. Мы берем шею по рассочетаниям. Не подожди, почему по рассочетаниям? Он не получится регулярно. Почему? По рассочетаниям является одинаковым. Да, да, да. Если у нас должен быть 5 таких штук, то будет 4 регулярно. Но в каких двух по рассочетаниям товарищи могут сочетаться одинаково? Ну, двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое-двое. Я думаю, все понял. Сейчас, одну игру. А почему? Сейчас. Нет, 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 нет. У вас есть партии читания? Да, пожалуйста. Ну, а вы раньше не читали. Раз, не знаю. Ну, были, но... Но неправильно будет у меня, по-моему, ответить. Аскверский? Неправильно. Возьми, не знал. Про поросочетание с того. Не знаю. Это перестановка, ну, на днору лицах, по динамике. И мы заводим ребра. Для каждой перестановки мы заводим ребро, которое сильнее И, И, Ж и И для А, Ж. Поэтому ребер у нас будет в два раза больше, чем вот этих перестановок. Поэтому я написал, что право будет 2-две ребра. То есть мы заводим ребер просто по циклам этой перестановки? Здесь перестановка в каких-то циклах залагается, но просто... Для этого петля считается за 1-две ребра. Петля считается за 1-две ребра. Ну то есть я имею в виду решение? Да. Там не будет 2-две ребрю ребрю. Если петлю за 1-две ребра, то будет 1-две ребра. Как раз будет. Будет. А каждый раз сталкивается? Ну подождите. Вот в этом самом. В нормальных циклах у нас степень 2. А в петле степень 1. Да, наоборот. И когда мы это сложим, у нас петля посчитается 1 раз. Да, с самого естественного образом, если я это считаю, что я веду, как сказать, за 2-две ребра. Как? Нет. Он, видимо, делал в том, что перестовка не ориентирован на 2-две ребра. А, войнули в петлю, нужно считать, что в матрице нужно считать 2-две ребра. Нет, в д регулярных ребра это матрица, у которых сумма в каждой строке равна 2-две ребра. Нет, вопрос, надо сказать, если у нас перестановка пи от и равно и, то мы две петли рисуем и все. И проблема решена. Правильно? То есть на диагонали решена 2? Да. Да. Но это очень странно, случайно, 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 случайно игра, в которой у вас в себе 3-две ребра. Да. Да. Давайте, пусть я теперь, пусть я задворил, задворил, почему это так плохо. Нет, я думаю, что нужно какое-то разумное распределение, чтобы с ним можно было что-то вычислить, потому что так. Если вопрос как, что возьмем в шлот, это потом... Нет, можно действительно, если можно считать петлю за 2-два ребра, это будет вот тот же самый. Либо мы петлю считаем один раз, тогда для каждого, для каждого, для каждого случая, когда пи отзывается, там, на разуме, когда, перед этой ситуацией мы либо завозим 2-два ребра, либо говорим, что у нас есть... Ну, если при отзывается, то мы на диагональю мать вставим 2-два. Да. Ну, что такое, так нужно для однородности. Да. Да. То есть это наш последний разум. И план будет похож на доказательство, отчасти похож на доказательство предыдущих теорий. Мы рассмотрим в каждую степень... То есть мы выберем случайный граф и рассмотрим в каждую степень. И... Ну и давайте даже на ученые группы, там, мы называем четкость, степень 2-к. Значит, 2-к это... Значит, мы рассматриваем все включители на это 2-к. Значит, это а в степени 2-к, это матрица с добавлением к. Давайте заранее. У нас получается сложение, значит, Дева пола матриц перестану. Так? Нет. Дева... Дева... У нас степень 2-к. У нас Де пить 2-к. У нас Де пить 2-к. Мы все-таки выбрали вот второй способ прождения графа, да? Да. Про первый мы не собираемся так. Не собираемся. Ага. Ну и для индустрии, и для смысла, естественно. То есть проще порождать каристь на ногу случайно, чем непонятно, как изготавливать турномерные споединения на всех предметах. У нас интересует след вот этого самого графа. То есть если мы почтим, где это самое большое собственное число, то есть где в степени 2-к, то вот такая вещь будет оценивать наше собственное число. Но вот нам надо будет в некоторый момент, по техническим причинам надо будет удобнее, надо перейти от просто матрицы смежности к нормализованному. То есть разделить ее на степени 3-к. Вот надо решить, может нам это прямо сейчас сделать, чтобы потом не запутаться. Просто взять матрицу 100-го графа и здесь идет. Тогда максимальное число превратится в единицы. Мы говорим сейчас, у нас максимальное число превратится в единицы 2-к. Да, может быть 2-к надо было написать. У нас степень 2-к может быть. Степень 2-к. Так что там везде будут 2-к. Где? Ну мы уже стерли. Вот там, там, там. А, да-да-да. Вот очень хорошо, что мы перешли к нормализованному матрицу. Да. Так. И вот, вот эта вещь, этот корень из силы этого, это должно оценивать число для отца. И мы хотим, мы хотим брать случайно, брать воскресенье матрицу БАРа. И она посчитает у нее среднее среднее значение следа, соответствующий. Я хочу вычистить среднее значение следа вычистить единицу из того, что получится здесь корень. и значит, что это меньше тогда контроль, что это может стоять. И это среднее значение для у него больше, чем у него. Сейчас, подождите, давайте тем в порядке. Значит, надо начинать с этим оценивать до всякого утренения. Значит, в чем состоять? Что след матрицы А в степени 2-к нормализован. Да? И там. минус единица. Удавайте. 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 Степени 2-к нормализован. Да. А теперь я... А почему это? Сейчас. Да, не надо. Далее. То есть, потому, что у нас степень черная. Значит... Да. А что известно? Про слет эту матрицу. Значит, все слова собственно числены. Я вычитаю самое большое второе второе число. Да. То, что останется второе 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 число. Плюс остальные собственные числа. Да. Ага. Значит, это... Да. По крайней мере, будет не меньше второе 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 число. Да. Ну, если взять колдун, то даже ладус покачиваю. А теперь я все это усредняю. Я хочу написать усреднение от этого. Нет. А, то вы... До извлечения кормите? Да. По году извлечения кормите? На самом деле, потом у меня не разница чебушок. Ну, скорее не аистоматного даже. А, но пока так далеко дело не зашло, мы применяем скорее... Так, подождите-ка. Вот в... Не аистоматом, что ли? Вот вверху сначала усреднили, а потом извлечили корень, а здесь наоборот. Вы совершенно верно говорите. Утверждается, что вот это... Если мы сначала усредним, а потом извлечем корень, то получится уменьшить. Подождите, мы хотим вот привести к верхнему? Мы сравним средние, средние квадратичные. Да. Почему верхнее напрямую не доказать? Ну, казалось бы, если нам нужна вероятность оценки то, что лямбда 2 меньше, чем лямбда, то... Почему сначала не извлечь корень, а потом усреднить? А-а-а, мы не получим то, что нужно, да? Нет, но мы можем, мы можем... А, нет, получим, но вот то, что я не разница чебушок до извлечения корня. Ну, мы знаем, что это будет, естественно. Ну, мы проигрываем. Что-то вообще. Ну, мы можем просто что-то. Главное, это так. Да. Вот след. Если я сказала, что можно... Вот с этого места мы будем изучать вот эту вещь. Среднее значение — это следа. Оно умолвается а, всех не два. Вот это мы хотим оценить сверху, а потом он будет мечтать единицу. Ну тогда объясните, почему из нижнего следует сверху? Потому что среднее значение не важно чего в степени на превосходит среднее значение одного самого, а среднего самого. Это функция возведения в степень, она выпукла вниз, а выпукла вниз означает, что среднее значение квадрата, оно больше, ну или там среднее 2 степени к, оно больше как раз, а вы написали, что меньше. Аня, больше или нет? Да, извините. Все это на вторая степень, что вы видите. Значит, ну хорошо, значит вот это. Ага. А потом извлекаем корень. Ага. Корень, ага. Ага, да. Это же будет поток. Значит, наше основное значение научиться оценить среднее значение вот этого цвета. Ага. Да. Ну вот, мы будем спереди этого производства говорить. Ага. Значит, что такое среднее значение, среднее значение это машина? Это сумма по всем вершинам, а здесь я напишу среднее значение число петель в вершине, петель в вершине в вершине в вершине в вершине. Мы считаем среднее количество петель в вершине 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 Используем графику А. Сначала и концом. Самое первое решение. Решение 1. Здесь есть небольшая ошибка. Вернее, отступление от заранее выбранного плана. Я бы обещал вам, что мы будем брать не саму матрицу А, а нормализованную матрицу. Правильно было бы писать не число, а сумма, а вес. Которое отличается на... Вообще там, наверное, надо разумить на А в степени 2К. Нет, вот здесь А в степени 2К, правильно. А здесь не число. А, все правильно. Ну, сумма на вес. Надо разделить на А. Так тогда число путей длины 2К, что ли, надо бы написать? Путей длины 2К. Да. Ну, давайте тогда оставим число путей и поддержим, на что он может в этом делиться, чтобы... В общем... Потому что если только запутывает. Завод? Нет. 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 И сейчас сразу случится наife, неестественно — Вместо математического ожидания написать вероятность того, что... Путь длины 2К с разметкой с именем Амеда подведет из длины 2К. Это последовательность индексов длины 2К. Каждый индекс это либо номер перестановки Пи, либо обратный. На каждом репре написано либо название перестановки, либо название обратно. С каждой вершины можно пойти по Пи1, а потом пойти по Пи1. Это не случайно? Какому человеку к этому стремились? А, и мы будем использовать два разных способа членить вероятность. Да, но можно усреднять сначала. Если мы усредняем Омега зафиксируем и усредним по А. То есть, например, фиксируем Омега и посчитаем вероятность. Они очень надо. Конечно, мы просто попали. Ну, вот раньше у нас было соединение в ОПА. А внутри было написано суммарная версия. Ну, суммарная версия – это самый случайный путь. Да. Существует вероятность. Существует вероятность. И, значит, наша задача – это, как сказать, это вероятность. И мы, опять, будем ее разорвем, это событие. Если случайный путь, случайный график оказался замкнутом, мы разорвем на несколько кусочков. Некоторые кусочки нам будет удобно оценить, используя случайность в ОА, а некоторые используют случайность в ООН. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В прошлом году ситуация была немного проще, потому что в прошлом году мы доказывали не оценку 2 степени 3 четверти, а просто доказывали здесь не трое константы. Поэтому ситуация была проще. Сейчас мы доказывали были общие решения. Сейчас что вы в прошлый раз доказывали? Мы доказывали более-менее ту самую теорию. Вот здесь было написано меньше 1 константа. Но и тогда уже были какие-то джунные штыки? Убыли. Что могу сказать? Но мы в прошлом году приятали, а сейчас приятали. Ну а Фарка думал, как-то это не сеет. Можно лезть и встречу, когда мы ожидаем. Ну, Володь, это уже... Ну, это коллегия, ваша субъекция будет. Да. Так далеко. Мы уже не пойдем. Но в прошлом году... Нет, а вот в какой момент мы уже отошли от того, что мы сделали в прошлом году? Ну, пока нет. Пока нет. Не случайно. Саш, ну не пугайте это. Кто это сам? Нет, ну в прошлом году не было. А то они сейчас уже... Нет, на самом деле, то, что в прошлом году было константа у нас в НАТЭ, это был такой педагогический прием, чтобы сделать доказательство проще. И поскольку прием его признан неудачный, то все равно это получится. Да. А все в целом, это педагогический прием, просить не догадаясь, потеряем его признан? Нет, нет, нет. Это был известный Духнику. Да, это... Может, у меня даже написано, что за люди. А, это Луна Бабана. Нет, 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 это не Луна Бабана. Это Бродер и Шамиль. Да. Ну тоже очень можно. Можно. Наша нежная демька, к которой анюшин. Да. А можно я с этого заговору, у него дают честь? Да. Да. Пока Вы стираете, я могу сказать, что... Я слышал в доклад, вы слышали замечательную тему, что он, как криптограф, он объяснял, какие есть подводные камни. Например, он выяснил, что можно, если один из студентов выяснил, что если один и тот же кэш используется с двумя процессами, и в одном из процессов происходит графическая деятельность, а к другому процессу есть непосправный доступ, можно запустить там некоторый процесс, то тогда путем разных хитростей, и то, что один замедляет другую в разной степени, в зависимости от разных вещей, можно установить секретный ключ. Кроме того, он показал другую картинку, что они присоединили к компьютеру, поставили микрофон, и измеряли, как что будет, и изучали, что будет еще два. Они изучали, что будет следующего способа, они достали такой пшшшш, который холодный воздух. И они пшикали на разные предплаты, смотрели, уменьшали, потому что уменьшали. Оказывается, что больше всего будет от талого конденсатора, и что под аспекту этого блудения произойдет в реке образование. Можно выяснить, какую работу в данный момент производит отсюда и разлагает еще какие-то... Ну, статус, можно его не запускать на разложение божителей, на, так сказать, впечатление по мудру, и вот каким-то образом по этому шуму можно ходить в борт. И так, ну, хорошо, я думаю. Да, значит, теперь мы изучаем такой вопрос. Мы берем случайный граф и случайный фут. Пусть, на который английский, на каждой евро как-то подписан, где у нас, где мы не плодаем. И нас интересует вопрос, с какой вероятностью мы вернемся в очереди. В общем, как это может так случиться, что какой-то путь привел в исходную точку? Да, я помню, что к этому были две причины. Одна, что он, так сказать, при любой перестановке приведет такую точку, а другой, что перестановка приведет. Да. Вот, давайте еще, давайте на секунду представим, что нам уже выдали случайную, 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 случайный путь для ревера графа, то есть случайный путь длины 2D. Давайте его редукцируем, обозначим это омегу штрих. Это значит, что если где-то в этом пути мы можем что-то сократить, что у нас идут подряд два противоложных метра, но мы это сократим. Сделаем все вот эти возможные сокращения. То, что остается за омега штрих. Например, омега штрих может оказаться вообще пустым. Что все сократилось. Тогда, значит, для данного омега, какой бы ни был кран А, это будет замкнуть. Значит, причина для возврата, основная точка, причина номер один. Начинание. Вот это редукцированное слово омега штрих является... Сколько у нас у меня еще? 15 минут. Попробуй что-нибудь сделать. Первая причина. Вторая причина. Вторая причина. Вторая причина, давайте я ее изобразу как и дофорические, или дофорические, живописки. Омега на графе устроена именно так. То есть здесь мы зафиксировали омега и зафиксировали граф. И оказалось, что данный путь на данном графе устроен таким образом. Значит, сначала мы куда-то идем, без повторения вершины. Потом вдруг у нас образуется цикл. Мы по этому циклу делаем, быть может, несколько же. Сейчас я даю. Мы классифицируем все слова или не на графе? Нет. Мы классифицируем пары омега графа. Или пара. Да. Значит, первая причина для пары, то, что на омега и а мы включили петлю, это значит, что омега штрих сокращается в пустую слуху. И а здесь совершенно не причина. Вторая причина, где работают совместно омега и а. Да. А вот... Так вы имеете в виду, что вот эти куски взаимнообратные в части перестановки? То есть на палочке леденца они просто взаимнообратные. Значит, омега штрих устроен так, уже после сокращения. Сначала какой-то омега А, потом омега Б вне кустыни, а потом омега А на В. Значит, омега А это вот эта ножка, омега Б это петля, вот этот цикл, может быть несколько раз повторенный, и потом мы идем по этой ножке по обратному. Сейчас. То есть мы пока вот это разложение определяем самим словом еще, а не те, какие перестановки в ответном углу. То есть если мы реально пошли так туда и обратно, не потому что было обратно одинаковое слово, а просто потому что так совпали перестановки, но это пока не учитывается. Это не причина 2. Нет, не причина 2. Это будет у вас причина 3. Причина 3. Это значит, давайте на секунду вернемся к причине 2. Вот здесь к причине 2, если мы читаем омега слева направо, мы можем, по словам, что мы знаем омега штрихе, мы не знаем граф А, граф Ж. Омега штрихе это это ценность? Да, омега штрих это ценность, а Ж не знаю. Мы идем по, мы читаем это слово слева направо, про каждую вершину пытаемся угадать, какую вершину оно приведет. И если у нас нет информации, чтобы это точно сказать, мы спрашиваем у человека, который видит граф Ж, и спрашиваем, откуда мы в данный момент попадем. И в некоторые моменты мы попадем на причину, которую мы уже посещали. Бывают такие моменты, когда для нас это неожиданно. Мы это не могли предсказать, пока не спросили у человека, который имеет граф. например, вот эти картинки, когда мы прошли по этой петле, и первый раз вернулись в уже посещенную точку. Нет, то есть, я не могу понять, простой вещь. Когда мы говорим о картинке, эта картинка рисуется по слову админа, или по слову админа? Картинка нарисована по паре. Картинка нарисована по паре. Верните? Сейчас, тогда раньше это и другое. Нет, 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 нет. Картинка, всегда говорили, что картинка соответствует паре. Омега и Ж. Объясните, что это за картинка? Саша, может я попробую? Вроде Андрей уже пять минут, он говорит. Значит, омега штрих, вот в причине 2, обязаны иметь такую форму, некоторые перестанут, потом что-то, обратное перестанут. В данном графе Ж. Что? В данном графе Ж. Значит, в данном графе Ж. Это свойство омега штриха. Вот это то самое неразумение? Нет, нет. Это свойство пары омега штрих и Ж. Тогда непонятно. Вы написали, что омега штрих равно омега, а потом омега ам не успел. Да, да, да. Это понимаете, как равенство просто... Да, да. Совершенно верно. Вот для такого омега штриха, и для разных Ж, путь будет иметь разное устройство. Он не обязан быть запутан в производном графе Ж. Не обязан. Не обязан. Ну хорошо, все-таки тем не менее, я правильно сказал, что во второй причине рассматривается, ну скажем так, максимальное, видимо, да, максимальное начало омега штриха, которое является также и концом. Да, да. То есть вот это разложение, которое там нарисов, там, зависит вот только от амега. Да, разложение зависит от амега. А как оно связано тогда с картиночкой? Мы, наверное, по своей наивности полотали, что первый кусочек соответствует амега А. Потом будет амега В. Несколько раз. Это вот здесь. Ну как, вы только тут повторяете? Повторяете? Да, да. Но то, что амега В к этой точке привело в эту точку, это уже не свойство амега штриха самовыпусителя. Это свойство графа. Ну а если, скажем, нам первый шаг по амегу В был обратен к последнему шагу амега В это не приводит нас к тому, что мы рисуем другую митю подлиннее, хвостик подлиннее. Нет, подождите, у нас по амеге штриха уже произведены сокращения. Нет, нет. В первый год, что могло так случиться, мы пошли сюда, а потом вернулись сюда, а потом сюда. Так же могло быть фактически? Нет. Где-то для того самого амега Штриха. Да. Почему не могло? Нет. Почему не могло? Потому что… Понятно, почему это не может быть, если жили больше книгца. А почему не? Могло. 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 Буклы сократят и их отметят на другом случае. Сократят. Но… Вот все как так. Да, согласен. Этогреты и самовки могут быть разными, а, тем не менее, в данном графике, я вспоминаю, что я уже таким образом… Да. Другой вопрос. А верно ли, что у амега В могут быть две последние буквы, то есть первая последняя буквы, то есть одинаковые? Первая буквы? Или фактически движение? Фактически движение? Фактически движение? Фактически движение? Или движение, чтобы омега В нет? Вот омега В сейчас, Андрей, в общем, чтобы снять вопрос, про эту петлю, мы ни в каком месте не утверждаем, что это простой цикл по вершинам. Там могут любые вершины повторяться сколько угодно раз в этой петле. Правильно? Пока нет. Пока нет. Я хочу сейчас это сказать, но это поиск. Да. Так вот, давайте представим себе, что в этой петле вершина не повторилась. Все вершины в этой петле раз. В этом пути, соответствующее слово омега-штрик в данном графе G, происходит то, что авторы доказательства называют единственным невынужденным совпадением. это значит, что если мы читаем омега-штрик слева направо, и пытаемся предсказать, на каждом шаге пытаемся предсказать следующую вершину, куда мы упадем, идя по этому пути, ровно один раз получится так, что мы не можем предсказать совпадение на следующем шаге. по-разному. Что сейчас фиксировано на моем предсказании? Что фиксировано? Фиксировано на омега-штрик. Вот у вас есть омега-штрик. Да. И вы выписываете вершину, соответствующую этому пути. То есть у вас есть пометки на ребрах, и вы хотите выписать вершину, которую вы изучаете. Да. Вы изучаете этот путь. И вы у меня, как узнока графа G, время от времени, вы идете слева направо, и периодически вы спрашиваете, вот куда идет ребро номер пять, с такой, где там есть вершина номер шесть. То есть я прямо с самого начала начинаю спрашивать, да, вот. Да, вот. Да, вот. Да. 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 В этот момент произойдет неожиданное для вас совпадение. Я скажу вам, сюрприз. Сейчас будет вершина, в которой вы уже были. Вот это называется невынужденное совпадение. А дальше уже сюрприз не будет. Мы попадаем в чем-то вершин, в которые были. Были. После этого там может быть совершенно новое. Мы идем по другому ребру, который мы не знаем. Нет, нет. Подожди, если уже все это нежи прошло, то мы попадаем туда, где были без всяких сюрпризов. Да. Потому что эти ребры мы уже видели. То есть если после первого сюрприза начнут повторять свое ребра, на котором вы уже прошли, то вам даже у меня ничего спрашивать. не надо вы сами знаете куда попасть. Нет. Но после этого первого сюрприза могут быть какие-то... Вообще говоря, возможно, это другая. Нет. Почему можно попасть на какую-то вершину, которая там была на первом шаге, и там где угодно? Что там? Что там? Все штуки. Да. Я предлагаю классифицировать пары, пары, Амель и Ж, по количеству, по количеству сюрпризов. Неберпризов? Неберпризов. Да. Конечно, немножко совпадение по количеству сюрпризов. И я предлагаю причину номер два немножко остузить. Сейчас. А может быть точное определение невынужденного совпадения, который так же называется сюрприз? Да. Но оно такое длинное и литературное. Да. Скажешь, есть еще одно? Сначала мы переходим от слова омега к редуцированному слову омега штрих и выполним все скрещения. Да. После этого мы начинаем просматривать омега слева направо, выписывая, каждое, последовательно выписывая вершины данного пути в данном графе штрих. Совпадением называется ситуация, когда некоторые вершины повторились. Невынужденным совпадением называется ситуация, когда вот это совпадение нельзя было предсказать, зная исключительно само слово омега штрих и имена предыдущих вершин. То есть, когда предыдущих ответов недостаточно? Да, когда предыдущих ответов недостаточно. Но скажем, если мы на предыдущем шаге запрашиваем перестановку, а теперь нам нужно узнать обратное в том месте, где оно уже по которому мы узнаем, запрашивали самопрямую перестановку, это тоже считается удовольствием. Да. 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 Ну вот, вот здесь я прошу то, что понятно, что из вершины три первой группы мы попадем в два и никакого сюрприза в этом нет. Да. Ну, например, еще и другой механизм. Представьте, если мы узнали в перестановку пи на всех других числах, и, соответственно, единственная оставшаяся возможность на каком-то числе стало это как считается? Да. Это тоже был бы не сюрприз. у нас всегда будет длина будет гораздо меньше, чем размер графа. Нет. Ну, а произведение такое, так сказать, семантическое. И от чего и как это происходит сюрприз, симпатически, мы пока не анализируем. Просто семантически. Существует вариант согласованных с предыдущим аппаратом, который, тем не менее, дает новую вершину. Да. И я предлагаю причину два отсутствия здесь здесь ровно здесь вообще нет определения сюрпризов, можно было бы применить, когда омега штрих пустой. Ну, значит, их нет. Ну, нет. Сейчас, так раз нету ровно один сюрпризов, значит, там вершины как раз не повторяются. Это значит, что, в частности, что вот в этом моменте в пути вот в этой цифре решение не повторяется. Да. не повторяется. А причина три по крайней мере от вас вопросов. Сейчас, объясните подробно, как этот семантический ровно один сюрприз связан с монотомом? Т.е. при определении сюрпризов мы вообще не интересуемся тем, что там асов продается омега-минус-фер, это не волнуто. Да. В определении можно считать, что причина два, эта ситуация взорвана один сюрприз. Тогда вы говорите, что? Значит, давайте давайте как может быть так, что произошло ровно один сюрприз, и мы вернулись в исходную точку. Да. Ну, первая ситуация ровно один сюрприз, сюрприз произошел на последний шаг. Такое распространение это соответственно потому, что здесь вот это омега-а пустое. Нет, не обязательно омега-а может быть не пустым. В частности омега-а могло быть пустым. Это значит, что сюрприз произошел на последний шаг. Да. Другая ситуация. Предположим, что у нас есть один сюрприз, его произошел на не последний шаг. Спрашивается, что мы могли бы делать дальше, чтобы во-первых не было сюрпризов, а, ну только дальше вот идти вот так и, значит, омега не пустое. Ну, это значит, что мы можем далее мы не имеем права уходить с вершин, который мы уже усетили. и, если мы в какой-то момент идем какую-то новую вершину, то, чтобы вернуть консеренционную точку, нам понадобится хотя бы еще один сюрприз. то, что уходим мы несколько раз а потом по этой возможности. Почему мы не могли сначала пойти назад, потом опять дальше? у нас омега уже редукцирован с вы доказали, что если имеется сюрприз? если имеется ровно один сюрприз. сюрприз? на самом деле неявно доказали, что если редукцированный Путин не нулевой, сюрпризов нет, то он не является замкнутым путем. но это настолько очевидно, что он даже не самый частный. если есть один сюрприз, то Путин может выглядеть только так как рисован на этой картинке. это значит, что омега и при блуждании по циклу соответствующему омегу b все вершины циклы омега b не выздаются. то есть тогда фактический хвост соответствует буквенному сокращению. да? не потому что у нас когда в пути имеется фактический хвост то есть соковая верность и буквенные буквы когда во-первых они совпадают а между ними либо мы прошли в один раз либо мы прошли много раз но это было предусмотрено все да, совершенно правильно и причина номер 3 естественно по крайней мере это 2 сюрпризов это причина 1 сюрприз и мы хотим отдельно оценить вероятности каждой из этих причин но не сегодня сегодня не а что мы уже исчерпали исчерпали ну тогда хорошо было не забыть на каком месте мы остановились и главное не забыть что вы признали что действительно нет мы что-то признали но нет с прошлого года у меня осталось воспоминание что в этом месте была трудность она преодолевала я уже не помню я подозреваю что трудность была именно классификация на их три причина да да нет может потом выяснилось что для ваших целей как-то все может быть я помню что было потому что вы стали в процессе как-то выяснилось как это можно делать но может быть то упрощение которое хотелось в прошлом году ныне